МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Азарий Таркенов. Это программа «Здесь и сейчас». Сегодня у нас в гостях врач-нейрохирург, член общества нейрохирургов Москвы и России, член Европейской ассоциации нейрохирургов, старший аспирант кафедры нервных болезней и нейрохирургии мединститута РУДЭН Беслан Джилкашиев. Беслан, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, я не врач, и то понимаю, что это просто огромные регалии, большие достижения. Как вы, будучи в таком молодом возрасте, уже добились столь кого? Ну, если считать, сколько я учусь, на данный момент получается уже 10 лет, как я учусь врачеванию. На данный момент я являюсь аспирантом кафедры нервных болезней. И нейрохирургии, и медицинского института РУДЭН. Пишу кандидатскую свою работу, которую должен защитить через 2 года. Вот что такое нейрохирургия? Да, мы понимаем, что это что-то сложное, что-то узконаправленное. Это связано с нервами, с головным мозгом. В общем, самое сложное, наверное, что есть в медицине. Я прав? Правильно, да. Это самое, наверное, неизвестное и малоизученное из всех направлений в медицине. Раздел хирургии, который направлен на диагностику и лечение нервных заболеваний центральной и периферической нервной системы. Какой раздел изучаете вы, и по какой специальности вы направлены? На данный момент я изучаю сосудистую хирургию. Моя кандидатская работа направлена на изучение вертебробазилиарной недостаточности. А если точнее сказать... Можно немного расшифровать. Если точнее сказать, нейрохирургическая помощь при вертебробазилиарной недостаточности. То есть при инсультах, при основных, при центральных инсультах, тяжелых инсультах, которые чаще всего заканчиваются или глубокой инвалидностью, или, к сожалению, летальным исходом. Итак, когда вы выбирали эту специальность? Почему именно нейрохирургия? Не легче быть терапевтом, получать зарплату и не делать операции? Вообще, каждое направление в медицине само по себе очень интересное. Но почему нейрохирургия? Нейрохирургия меня заинтересовала тем, что где-то на шестом курсе я проходил медицинскую практику в отделении нейрохирургии. И вот после этого я решил, что я стану нейрохирургом. И вот с этого времени с этим и занимаюсь. Почему нейрохирургия? Если поточнее сказать, то головной мозг и спинной мозг это самое неизвестное и малоизученное на данный момент в медицине. И мне вот интересно изучить все это, что-то может открыть. Я уверен, что я должен что-то открыть. В этом направлении сейчас на данный момент работаю. Ну вот работа нейрохирурга, это же как работа сапера. Миллиметр вправо-влево задел не тот нерв и могут пойти необратимые процессы. Ну для этого надо знать нейрохирургию. Если все правильно сделать, то никаких дефицитов, никаких осложнений не должно быть. Наверняка уже проводили настоящие операции. Конечно. Так, ну рассказывайте вот в первое впечатление, когда первая операция прошла, наверное, успешно, я надеюсь. Ну конечно. Ну вот. Конечно. Восторг. Но вы были помощником или уже прямо? Конечно, все начинается, никто вам не даст сразу оперировать. Сначала ты являешься в ординаторе... Ну кто вас знает, нейрохирургов, может быть, там сразу. Сначала ты являешься в ординаторе ассистентом основного, главного хирурга, который оперирует. А в аспирантуре уже тебе дают такие сначала мелкие операции, потом все сложнее, сложнее, сложнее. А с чем была связана первая операция? Трепанация или спиной мозга? Да, первая операция у меня была по удалению межпозвоночной грыжи. Когда у меня еще будут нейрохирурги в гостях, примерно объясним весь этот процесс. Вот два позвонка. Да. Вот объясните, вот как происходит операция. Посередине находится диск, который вот амортизирует эти позвонки. Да, да. Потом диск грыжи называется, когда он выпячивается, уже выходит и цепляет нерв. Да, но если вообще понять, что такое вообще грыжа, это межпозвоночный диск, состоит из пульпозного ядра и фиброзного кольца. Вот пульпозное ядро, это такое жидко-жидковое, вот само грыжа, это вот это пульпозное ядро. В норме она не должна выходить из фиброзного кольца. Но так как межпозвоночный диск у нас некоразмножается, со временем теряется упругость этого позвонка. И особенно если люди занимаются таким тяжелым спортом, или у них там тяжелая работа, вот в фиброзном кольце образуются трещины. Вот эти трещины, тем больше давления на этот позвонок, на этот диск, тем трещина все расширяется и расширяется. И через какое-то время пульпозное ядро просто выходит из фиброзного кольца. Вот это и есть грыжа. И вся основная суть хирургического мешательства является то, что удаление именно этого пульпозного ядра. Его полностью удаляют, а взамен что ставят? Ну, есть несколько операций по поводу этого. Смотря в каком уровне ты оперируешь, если это один уровень, можно закончить просто удалить это пульпозное ядро, эту грыжу, и закончить на этом операцию, и все. Но если оперируется несколько уровней, то, конечно, надо поставить искусственный диск или провести стабилизацию позвоночника на этом уровне. Ну, пациенты в большинстве случаев потом возвращаются к полноценной нормальной жизни. Конечно, полностью восстанавливаются и живут как обычный человечек. Итак, это была первая операция. Вот теперь мне интересна операция, где происходит трепанация черепа. Вот, это самое мое любимое, потому что я очень люблю больше именно головной мозг, я люблю больше оперировать головной мозг, чем спинной мозг. Хотя и то, и то очень интересное. Головной мозг первой операцией, это было, конечно, удаление опухоли головного мозга. К сожалению, в нейрохирургии есть такие опухоли, когда мы, к сожалению, совсем ничего не можем сделать. Пациенты умирают в течение, злокачественной опухоли имею в виду, умирают в течение года. И одним из таких агрессивных злокачественной опухоли головного мозга является глиобластома. Вот самое тяжелое из всех злокачественных образований, когда оперируешь в одном месте, через месяц, полтора, три, злокачественную опухоли головного мозга не дают метастазов головной. Никуда не дают метастазов. Вот чудо какое, да? Что метастазов они другие органы не дают. Но метастазы головной мозг часто происходят. А объяснимо это чем-то? Пока неизвестно. Но одним из главных причин, я думаю, что это гематонцефалический барьер не пропускают. Но пока еще не доказано. Вот надо вот это все, конечно, изучать и лечить. И вся суть проблемы в нейроонкологии является в том, что химиопрепараты, например, которые даются при разных злокачественных образованиях других органов, в головном мозге они не работают. Потому что этот гематонцефалический барьер не пропускает эти химические вещества. Вот еще суть. Вот че тяжесть нашей иеронкологии. К сожалению, вот в этом направлении нам очень надо работать. Одним из передовых являются немцы. Но, к сожалению, пока каких-то новых достижений мы не достигли. Как вы подходите к операции? Для вас это уже конвейеры привычны? Или все-таки индивидуальный, каждому пациенту индивидуальный подход? А может, есть какие-то внутренние сопереживания? Какие-то, может быть, вы проводите свои традиции у вас есть перед операцией, что-то сделать обязательно? Есть, может, какая-то суеверность или страх? Да нет. Какой страх? Это самое главное помочь человеку. Помочь ему с бедой. Вы же понимаете, что когда человек приходит с нейроонкологией, опухолью головного мозга, он уже психологически подавлен. И вот основная суть. Надо психологически настроить человека на эту операцию, убедить его в этом во всем, что все будет хорошо. И о основных таких каких-то... Ну, конечно, к каждому человеку относишься лично. Не бывает, что всем одинаково. У каждого характер разный. Бывают очень такие странные пациенты и очень такие сложные психологические. Вот основная суть наша является именно поддержать подготовку пациента к этой оперативной вмешательству. Операции на голове в среднем идут где-то по 8 часов. По 8 часов на ногах? По 8 часов, да. Бывает и больше оперируемых, потому что головной мозг не так быстро все там сделать. Потому что надо четко знать анатомию, где ты оперируешь, какие сосуды как раз нажать, опухоль и так далее. Потому что если одно неправильное движение, одно неправильное, что ты когулируешь какой-то сосудик, это приведет к неврологическому дефициту. Он вам спасибо после этого не скажет. Но есть, когда ты оперируешь какие-то глубинные отделы, функционально значимые отделы головного мозга, есть функционально значимые отделы, есть функционально незначимые отделы. Ты долго, четко должен сказать пациенту, чем это может закончиться. Каким нейрологическим дефицитом, как им осложнениями и так далее. Это надо понимать. Вот, Беслан, вы сказали, 8 часов в среднем длится операция. Вот за 8 часов хирурги как-то подменяются? Или вот один хирург оперирует, и он до конца должен выполнить операцию? До конца, да. Он же оперирует. Ну а как, потом же и руки устают, и ноги, и спина затекает. Ну это не все так, не так прям все страшно, как вам кажется. Там есть специальный нейрохирургический стол, который... Пообедать можно, да? Нет, не можно. Давайте я сосудики перекрою на обед. Нет? Можно сидя работать, чтобы как-то себя немножко... Это концентрация. Я, по крайней мере, по суфлеру скажу, если долго читать и всматриваться в буквы, ты устаешь. Но тут я сижу, тут и у меня нет пациента, а вот как там? Ну когда ты оперируешь то, что ты любишь, и то, что ты знаешь, что ты хочешь. Ведь ты к этому учился. Я долго к этому шел. Это очень долго я шел к этому. Сейчас я самый счастливый человечек. Хотя у меня есть много других планов и целей. Но на данный момент я самый счастливый, потому что я занимаюсь своим любимым делом. Причем с малых лет я хотел стать врачом. С малых, с детского сада я в этих халатах, мама приносила эти детские халаты. Эти шприцы, я помню, вот эти стеклянные еще были в то время. Ходил, делал вид, что врач. Но самый счастливым я стал тогда, когда я одел белый халат. Когда вы подходите к операции, понимаете, что она сложная. Есть страх, что результат может быть негативным, что я могу сделать хуже, что родственники могут меня, если что, потом не понять. Вот такие страхи, они отвлекают от профессиональной работы, от профессионального настроя? Или все-таки лучше от этого переключаться? Этих страхов не должно быть. Вы четко должны сказать и близким родственникам, и пациенту, в чем его проблема, чем он болеет, чем это может привести, какой дальнейший этап у нас после хирургического этапа. Потому что не только хирургическим этапом заканчиваются все эти операции, и лучевая, и химиотерапия потом продолжается при определенных опухолях. Это должны четко пациент, близкие родственники, я имею в виду, не дальние, там семиродные, придут проведать. А близкие родственники пациент сам должен понимать. Если вы четко объясните, никаких проблем нет. Ну а если операцию, вы спрашиваете, да, иногда идешь на одну операцию, а потом оказывается, что совсем как-то глубоко ушла уже опухоль, и приходится рисковать, оперировать. Но это без этого никогда, никак. Это хирургия. Здесь не бывает все планово. А вот возьмем среднестатистического работника. Вот он сегодня нет настроения, подзаболел, он сегодня вялый, часто возьмет кого-то на замену. Как в хирургии с этим? Ну вот когда я преподаю своим студентам, я всегда говорю, они иногда бывают такие кислые, то не с тобой ноги станут, то что-то еще. Я говорю, все свои проблемы оставляйте дома. Все проблемы оставляйте. Как вы заходите в больницу, настроение у вас должно поменяться. Вы должны улыбаться, вы должны быть радостны. Потому что пациент не виноват, что ты не с той ноги встал, или какие-то проблемы у тебя там с женой, или какие-то родственниками проблемы. Он в этом не виноват. А когда он видит твое кислое лицо, он не так-то расстраивается. Он и так-то у него психологически все подавлено. И это еще таким кислым лицом. Знаете, бывает, наоборот, идешь в такую радостную больницу, а там кистые лица, и ты выходишь оттуда тоже такой же. В хирургии, знаете, такие бывают же, ведь не все же все идеально проходит. И бывает, и летальные исходы заканчиваются. И все это, конечно, на хирурга очень психологически давит. Это давит, и переживаешь, и как-то думаешь. А это можно сломать? Бывало, что так человек потом уходит с работы? Да, бывает, да. Вот он отучился 9 лет на нейрохирурга, а дальше не может, потому что психологически ему очень тяжело. Вот, например, мне с детьми очень тяжело работать. Хотя я могу и оперировать тогда, но вот когда привозят совсем малюсенького, там, пятидневного, там, или там, пятимесячного, тяжело же, такой малюсенький, в чем виноват-то в такой тяжести заболевания. И дальше эта жизнь такая тяжелая, она отстает от развития и так далее, и так далее. Вот это очень-то, конечно, психологически давит. Но ко всему можно привыкнуть, со временем можно привыкнуть. Вот говорят, у медиков такой специфический юмор, их тяжело рассмешить, и для них все потенциальные пациенты. Мир вашими глазами какой? Ну, это на ягод. Такой же? Ну, вообще, да, кажется, думаешь, да, вот это мой пациент через там. То есть сейчас он смотрит на ведущего, думает, я бы сделал ему трипанацию черепа. Спасибо. Через пару месяцев придет ко мне. Это не обязательно уже там с головным мозгом проблемы, а это в основном чаще уже оперирует спину. Проблематичный всегда подописничный отдел позвоночника. Там грыжа образуется. Теще всего с этим приходит. Сопуха редко приходит, но сейчас, как редко, но сейчас очень пик онкологии. Пик онкологии, потому что, во-первых, рак, если так можно сказать, молодеет, болеет в основном молодее, чем уже пожилые люди. И тяжело это все проходит, очень тяжело. Тяжело. Это не всегда можно помочь, к сожалению. Но в головном мозге чаще всего бывают доброкачественные образования. Доброкачественные редко. Итак, ну давайте теперь немного расскажем о всей этой дороге, весь этот путь, который вы совершили от детства, когда видели мамины халаты, шприцы, и до тех пор, как вы одели свой первый халат. Неужели за весь этот процесс не было желания? Все, мне надоело, я наигрался, я больше не хочу. Да нет, наоборот, все интереснее. Ну, конечно, первые три курса самые тяжелые, потому что и ночами не спишь, и эти книжки целыми днями читаешь, читаешь, потому что первые три курса очень тяжелые. А потом, когда начинается клиника, уже намного интереснее, интереснее. Ну, по поводу мамины халаты, не мамины халаты, а мама работает воспитателем в детском саду. И вот я ее просил, чтобы она халат мне приносила в медицинский, белый. И вот в белый халат дома одевал и ходил там, то чего там. Ну, в общем, выпендривался раз. И тот врач, и этот врач. В общем, по-разному мне это нравилось. Ну, когда поступил, да, в 2009 году я поступил. Это я закончил российский научный исследователь медицинский институт имени Пирогова в Москве. Да, был самым счастливым человеком. Да, и сейчас счастливый, но есть много целей, которые надо, хотелось бы осуществить. Да, реализовать. А сейчас вам сколько лет? 26, полного года 27 будет. Благодаря родителям всего этого я достиг, потому что опора именно мамы, папы мне очень сильно помогли в моем становлении, в поддержке, потому что было очень иногда тяжело. Очень тяжело. Ну, я очень благодарен им за это. А сейчас вы сказали, также упомянули, что ведете лекции. Да, у меня есть студенты 4-го курса, у них курс есть нейрохирургии, я им преподаю, да. Ну, вот вы сами не так давно уже были студентом, а сейчас уже преподаете для них. А вы ощущаете одни и те же проблемы, которые были у вас, и такие есть и у них? Да, да. Как вы здесь поступаете? Потому что я должен заинтересовать студента в моей дисциплине, чтобы он потом уже на 6-м курсе определился со своей специальностью. Вот я уже, наверное, преподаю 3-й год. 3-й год я с ординатуры начал преподавать. И вот в этом году к нам в ординатуре пришли, представляете, 20 человек. Это много, мало? Это очень много. В ординатуре 20 человек захотели стать нейрохирургами. Ну, из 20-ти станут 14. Ну, теперь мы понимаем, почему вы ведете лекции, вы потихоньку переманиваете их к себе. Да, потому что везде нужны способные, логически думающие люди, потому что нельзя просто подойти и по одному и тому же сценарию оперировать, потому что каждый человек индивидуальный, каждому должен индивидуальный подход, каждой операции надо подготавливаться, потому что просто так идти, операцию, это не важно, это человеческая жизнь. Представьте себя на месте этого больного человека. Это же самое тяжелое, что может быть. Не дай бог каждому такое. Поэтому надо четко это понимать. Вот некоторые нейрохирурги это забывают, как конвейерная работа идет вот это. Вот это не должно быть. Вот в этом я своих студентов учу. Что они определились со своим направлением, кому что нравится, и шли именно туда, где... Потому что работа, ты должен получать удовольствие от работы, а не просто приходить, сделать свою работу и уходить. Удовольствие должно быть. Вот тогда будет результат от твоей работы. А как вы думаете, человек качественно выполняет тот же принцип конвейерного, я просто боюсь, что у нас большинство врачей так работают. Ну, вам так кажется, я вам скажу, что... Ну, вообще... Ну, это вы молодой, у вас еще много, полно жизненных сил и энергии. А когда человек 40 лет, 50 лет... Ну, у него какой опыт, вы представляете, какой опыт? И у меня какой опыт, и у него какой опыт. Хотя со временем все меняется. Новые методы там диагностики, лечения, операции и так далее. Но у него какой опыт? Он больше всего видел, понимаете? Ну, не всегда так бывает, конечно. Конечно, но в народе, в нашей России, как принято, все относятся к врачам как-то очень осторожно. Вот он не знает, он там не сможет. А на самом деле... Ну, на страх. Страх. Вот этот страх надо убрать. Когда вот при первом общении, ты должен этот страх убрать у пациента. Ну, с врачом общаться-то не страшно. Страшно, когда уже ты не можешь общаться. Ну, да, это самое тяжелое, что может быть. Я вот знаете, что хотел спросить? Фильмы смотришь про медицину, там бывает прям так все эпично, что вот последние секунды остались, и в самые последние моменты уже сердце заработало. Вот на вашей практике бывало так, что вот-вот вы теряете пациента, но все благополучно получилось, и копилин. Если ты теряешь, уже не надо оперировать. Ну, как-то пытаются же его реанимировать, спасать. Ну, это уже реаниматологи. А если вы спрашиваете, что во время операции у меня там что-то было, там остановка сердца и так далее, но у меня пока еще ни разу не было. А врачи, ну, я боюсь даже спрашивать, верующие люди? Много, по крайней мере, есть верующие люди среди вашего общества? Мне кажется, ну, я вам больше скажу. Или атеисты. Большинство людей делают вид, что верят. Да. Молятся и так далее. На самом деле... Я надеюсь, нас не смотрят пациенты. На самом деле они никому и не верят, я вам честно скажу. Врачи, я думаю, верят. Знаете, вот когда мы к врачам идем, мы становимся самыми верующими. А всегда так было. Человек верит в Бога, когда ему плохо. Тогда и начинает он верить. Ну, хоть когда-то верит. Ну, когда-то, когда-то же кому-то надо обратиться. Каким-то силам всевышним. Вот тогда и обращаются. А так, я думаю, верят, верят. Верят, что-то есть. Так, Беслан, ну, вы житель Карачао-Черкесии. Расскажите, как часто бываете у нас? Что делаете вообще, когда приезжаете на родину? Ну, конечно, я почаще хотел бы, конечно, приезжать. Но работа, много... Ну, семья здесь, наверное. Ну, семью мне... Ну, родные, да. Родные, конечно, мама, папа, бабушка. Я очень скучаю по ним. Но раз в год, бывает, что два раза в год приезжаю, да. Есть у вас какие-то увлечения, хобби, не связанные с медициной? Я люблю, да, я люблю большой теннис в свободное время. У меня вот большой теннис и, конечно же, фитнес-клуб. Фитнес-клуб. Ну, в основном я занимаюсь книгами. Читаю, читаю, читаю. Ну, иногда так устаешь, что какое-то отличие не должно быть. Потому что очень много надо читать. Очень много. А вы сказали фитнес-клуб. До этого мы говорили о спинных грыжах. Их зачастую имеют огромное количество спортсменов. Да. Если не грыжи, то протрузии у них точно есть. Но также их можно получить, если не заниматься спортом и вести сидячий образ жизни. Вот как это можно объяснить? И перегрузки плохо, и недогрузки тоже плохо. Ну, да. Потому что вообще, мне кажется, больше всего имеет генетическую предрасположенность. Человек может заниматься и тяжелым там спортом, а никакой грыжи у него и не может быть. Понимаете? А человек сидит, просто там работает. Там, например, у меня был один из руководителей, одних из большой компании. Ну, просто сидит целым днем. Сколько лет уже сидит? 30 лет, наверное, сидит. Образовались грыжи. Ну, во-первых, имеет большое значение вес. Вес. Это большое значение. Потому что позвоночник не может нести 100 килограмм, извините. Это надо четко представлять. Вы понимаете, какая нагрузка на эти позвонки. Конечно, они превратятся непонятно во что. За этим надо следить. Ну, и второе, генетическая предрасположенность очень большого ролика. Вот мне посчастливилось в жизни пообщаться с участником сборной по волейболу нашей страны. Вот он сказал, у него 9 грыжей. Сказал, как? Вы же как бы тяжелее мяча ничего не поднимаете. Ну, говорит, ну, представь, за несколько лет прыжок вытянулся, приземлился, прыжок вытянулся, приземлился. И вот эта вот компрессия дает такие результаты. Я больше всего скажу, что если и мне, и вам сделать МРТ, и мы найдем там грыжи, и у меня, и у вас. Но есть же, я же говорю, строгие показания проведения хирургического вмешательства. Может и 12 грыж быть. Но грыжи же не вызывать, не обязательно не должны вызывать симптоматику. Только вызывать те грыжи, которые сдавливают у нас дуральный мешок. Нерв сам. Вот возникает воспаление, вот это и боль. Не обязательно каждая грыжа может вызывать. Я сегодня чувствую себя уже Еленой Малышевой, поэтому в этом амплуа давайте мы дадим какие-то советы нашим жителям, жителям страны. Вот как можно, скажем так, себя немного обезопасить, чтобы эти самые грыжи не получать. Вот как нейрохирург, что можете им посоветовать? Я больше, наверное, сказал бы по поводу не грыжи, а по поводу онкологии, потому что грыжи-то мы и будем лечить дальше. Ничего в этом страшного. Нет, онкология самая страшная, что может быть на данный момент. Как нам онкологи сейчас все советуют, есть пять основных факторов, которые должен каждый человек поддерживать. Это первое. Это, во-первых, в каком-то году я помню, что Всемирная организация здравоохранения выступила с предложением, что меньше надо есть мясо. Вот мясо, животный белок и человеческий белок на 99% сопоставим. Но 1% он чужеродный. Вот этот чужеродный очень, я не могу сказать, что очень большую роль играет, но очень большую роль играет в... Ну, если долго рассказывать, то это будет очень долго, мы с вами будем разговаривать. Вот основная суть является в том, что меньше надо есть животного белка. Но я не говорю, что животное белок очень нужно организму. А онкологи нам советуют, что два раза. В неделю. Или три раза, может, в неделю. Ну, это не ведро мяса, естественно. Ну, хоть не в год. Ну, да, да. Не ведро мяса, а курицу, например, и индейку можно. Второе, что они советуют нам, это, конечно, потребовать овощи и фрукты. Употреблять. Употреблять, конечно. 800 грамм овощей или фруктов в сутки. Ну, это два яблока. Это трудно, что ли? Не трудно, да? Третье, что... Ну, это с чем объясняют? Витамины, там, клетчатка. Ну, да, клетчатка большую роль играет, да. Витамины. Вообще, овощи и фрукты очень большую роль играют в организме человека. Их надо потреблять больше, чем животного белка. Растительную пищу больше надо есть. Итак. А третье, что мы должны, это исключить, конечно же, сливочное масло с рациона. Это невозможно иногда, и вообще невозможно иногда вообще. Но нас все должно готовить на сливочном масле. Ой, на растительном масле. Четвертое, что должно, да, это, конечно, образ жизни. Образ жизни. Человек должен заниматься каким-то активным спортом. Не обязательно это какой-то профессиональный спорт. Профессиональный спорт никогда хорошего не приводил. Но каким-то фитнес, там, нагрузки, какие-то минимальные нагрузки, ходьба и так далее всегда должно быть. Количество растительной именно клетчатки. То есть, не получается, что четыре фактора связаны с едой. Да. Онкология, ну, по крайней мере, уже объясняется тем, что основные причины ее возникновения, это связано с пищеварением, с едой? Нет, ну, почему семейная организация выступила с таким предложением? Это было давно, когда я только начинал учиться. Один из американских ученых, в общем, вся суть в том, что он написал книжку «Китайские исследования» называется книжка. Очень хорошая книжка, очень 40 лет шло исследование. В Китае один из чиновников заболел там раком толстого кишечника. В 64-й стадии ничем особо-то не поможет. И он не мог понять, почему он такой богатый, денег у него полно, все кушает вроде нормально и отдыхает. Ну, все есть. Но почему именно у него онкология? Почему все задают вопрос? Почему все остальные здоровы, а я больной? Ну, он этот вопрос задал. И когда перед смертью завещал огромную сумму на изучение именно онкологии, именно толстого кишечника, онкологии в Китае. Вот он умер. Эта лаборатория создала семь групп ученых, по-моему, если не ошибаюсь, со всего мира. Вот они из группы входил, этот американский ученый. И отправил их в разные провинции в Китай. Вот они там смотрели, как живут, как там работают, сколько работают, что кушать и так далее. А когда они собрались, оказалось, что в некоторых провинциях опухоль-то мало, онкологии мало, а в некоторых побольше. А когда начали сравнить, оказалось, что в богатых районах онкологии больше, чем в бедных. А в бедных, потому что денег нет, покупать мясо, они ели растительную пищу. А может, связано с промышленностью? Ну, вот основная суть-то в чем? Вот он это и все, деньги закончились, на этом исследовании закончилось. Но надушевился этим проектом. Уехал себе в Нью-Йорк и нашел себе спонсора. И начал изучать эту всю проблематику. Там брал и контрольную группу, и экспериментальную группу мышей. И давал им растительную и животный белок. И оказалось, что в животном белке там заболели некоторые онкологии. Не обязательно злокачественные онкологии, доброкачественные. Потом он давал канцерогены. И вот из десяти мышей, если не ошибаюсь, восемь заболели в животном. Заболели раком, опухолю. Не раком, а опухолю. А в растительной заболели всего две. И когда оказалось, он начал думать, как же на биохимическом уровне это происходит. В организме, как это происходит. И он доказал, что сначала у мышей. Он доказал, что есть в организме человек и у мышей ферменты, которые активируют канцерогены, которые поступают в организм. Извините, что они не покушают, это канцероген. Это все канцерогены. Сейчас кушаем непонятно что. И оказалось, что вот эти ферменты активируют канцерогены. Этих ферментов при потреблении животного белка, уровень этих ферментов увеличивается чуть ли там в десять раз. Животного белка. А при потреблении растительного белка уровень этих ферментов, мало того, что остается на одном уровне, так оно уменьшается со временем. И вот он это доказал. Был шок во всем мире. Вот в семье организаторах с ним выступила. Но потом его критиковать начали очень серьезно, потому что он все это доказал на мышах. На людях мыши совсем по-другому. Но у него был друг, друг кардиохирург. Он решил это попробовать на своих пациентах. Пациентах, которые уже там тяжелая стадия, недостаточности, там отрасклероз коронарной артерии. Подписал юридические документы с ними. И он сказал, вот в этой группе будет есть растительную пищу, а это животное. Вот он через какое-то время, через три года, по-моему, их собрал. Те, которые ели животный белок, то есть диету не соблюдали. У них, большинство из них закончилось детальным исходом. А те, которые ели, да, там тоже некоторые умерли. Но те, которые пришли, у них оказалось, что функция коронарной артерии, во-первых, улучшилась. Холестерин уменьшился несколько раз. Понимаете? И они чувствуют себя хорошо. Вот. Но это, конечно, надо дальше изучать. Есть над чем работать. Да, прошу много. Итог. Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни. И самое главное, еда должна быть сбалансированной. Правильно. А ну что ж, Беслан, я был рад знакомству. Наша передача подошла к концу. Спасибо вам большое. Успехов вам в вашем нелегком деле. Спасибо большое. Это была программа «Здесь и сейчас». Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова